МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2014 год радикально изменил Украину. Военные действия на востоке государства показали невероятное мужество украинского народа. Каждый день в современную историю Украины красной нитью вписывают имена героев, которые стоят на страже мира и суверенитета своей страны. История возрождения, формирования, достижения вооруженных сил Украины и украинских силовых структур в специальном проекте «Полигон». Эта профессия требует от человека абсолютного спокойствия, выдержки и собранности. Ведь сапер, как известно, ошибается только один раз. Их нос не могут заменить ни роботы, ни минаискатели, ни анализаторы запаха. Четвероногие солдаты-саперы. Несмотря на прогресс, собака была и остается надежным помощником человека. Военная профессия. Сапер. Без права на ошибку. В профессии сапера важными качествами являются аналитический ум, ответственность, аккуратность, хорошая моторика рук, хорошая координация движений в целом, устойчивость к стрессам, умение трезво оценивать ситуацию даже в самых экстренных обстоятельствах и прогнозировать исход своих действий. Первый раз, когда мы увидели самодельное минно-взрывное устройство, у меня было только одно на уме. Либо оно сработает, либо я вернусь домой. Боевые действия на востоке страны несут постоянную угрозу жизни военнослужащих центра разминирования. Вополняя обязанности в районах боевого назначения, они показывают высокий уровень знаний и навыков как специалисты инженерно-саперного дела, проявляя при этом мужество и преданность своему народу, своей стране. В переводе «сапер» означает «человек, который всегда идет первым». Это тот, кто дает возможность войскам, что идут за ним, пройти минно-взрывные препятствия, естественное заграждение и другие опасности. В первую очередь вправляют инженеров, саперов, для того, чтобы они проложили безопасные пути и маршруты. Освобождение городов Славянск и Краматорск, бои за Донецкий и Луганский аэропорты, Иловайск, Дебальцево не проходили без надежных рук саперов. И это еще не весь перечень городов и поселков, где они рисковали и продолжают рисковать своей жизнью, чтобы уберечь от смерти мирных жителей. Как говорят спецы-саперы, ничего ужасного и особого в разминировании нет. Самое главное — отлично знать, как выглядит тот либо другой снаряд в разрезе, какого типа взрывателя установлен, а также по какому принципу он работает. И обязательно при этом соблюдать все правила безопасности и не торопиться. Уможно делиться на категории и самодельные взрывные устройства. Медленного действия — те, что приводятся в действие, управляемые самой жертвой. Если предмет вызывает подозрение, человек никогда не будет брать его в руки. Военные всегда задают себе вопрос, должен ли этот предмет находиться здесь, или его кто-то сюда принес в какой-то цели. Если говорить об инженерных боеприпасах, то основное их действие направлено на поражение людей в форме и военной технике. Они находятся в зоне конфликта. Если говорить о самодельных взрывных устройствах, они находятся в городах, селах, там, где гражданские, могут спокойно к ним подойти и их взять. Поэтому, как предостережение, если ты эту вещь туда не клал, то не стоит ее брать. Цель заключается в том, что солдат пнет эту игрушку ногой. От этого подключенное взрывное устройство сдетонирует. Вот книжка для тех, кто любит читать. Так что, если не клал этот предмет, то и не тебе его оттуда забирать. Когда наступает временное затишье и критических вызовов не поступает, саперы большую часть времени проводят на полигонах, где тренируются, чтобы довести свои навыки до автоматизма. И, конечно, обучают новичков. На месте бомб-муляжей будет боевой арсенал. В воздух взлетит разное количество тротила. Каждый сапер своими руками сделает зажигательную трубку, произведет подрыв огнепроводным способом тротиловой шашки, сделает связку и выполнит подрыв детонирующим шнуром закладки из тротила. Вы видите, на практическом занятии ситуация приближена к боевой. Боевые взрывчатые вещества и устройства подрывания. У нас есть деревянная колода, на которой размещен заряд. В зависимости от размера этого препятствия, мы размещаем необходимое количество взрывчатого вещества. Это будет контактный заряд из тротиловой шашки, а еще пустотелая трубка, на которой также установлен тротиловый заряд. Пополняя боевую задачу, каждый из них обязан обеспечить собственную безопасность, а также сохранить свою жизнь и жизнь товарищей. Поэтому все смотрят на взрыв из убежища. Защитный костюм сапера. Прежде всего, как рассказывают саперы, костюм оберегает от осколков. Титановый защитник изготовлен из специальных материалов. Одним из его компонентов является сплав на основе сверхпрочных материалов. На голову надевают шлем, тоже сверхпрочный. Это своеобразный титановый комбинезон. Ай-робот дает нам возможность осуществлять разведку, разминирование и обезвреживание взрывных устройств дистанционным методом. То есть в этом случае не нужно отправлять сапера, для того, чтобы он своими руками подвергал свою жизнь опасности. Эти устройства дистанционного обезвреживания максимально обеспечивают защиту жизни наших саперов. Главный бонус робота в том, что мы можем сделать четкую и качественную разведку места инцидента. То есть человек может увидеть все с большого расстояния при помощи оптических средств. А с помощью робота мы можем подъехать и рассмотреть его в максимальной близости, при этом не подвергая себя опасности. Находясь на расстоянии 300 метров от заряда, весом в 10 килограмм мы можем быть уверены. Максимально, что может пострадать, это наш слух. Но он быстро восстановится. Наш слух четко видна улица. Работа сапера ювелирная. Точность действий человека с первого шага требует абсолютного спокойствия, выдержки и собранности. Такого же мнения об этой профессии представитель канадских военных инструкторов по обезвреживанию взрывоопасных предметов майор Юга Марко. Он уверен, что опыт, которым угладают его коллеги, пригодится украинским саперам при выполнении задач как в миротворческих миссиях, так и в зоне проведения АТО. У нас есть свой опыт, а у украинских саперов свой. Обучая украинских саперов, мы в то же время учимся сами. Фактически мы делимся опытом. У нас есть опыт операции в Афганистане, есть свои методы и подходы, которые отличаются от украинских. И именно этот процесс воплощает обмен опытом между нашими подразделениями. Несмотря на прогресс, собака была и остается надежным помощником. Их нос не могут заменить ни роботы, ни миноискатели, ни анализаторы запаха. И без четвероногих солдат-саперов никак не обойтись. На сегодняшний день отряд Каменец-Подольского центра разминирования единственное в вооруженных силах Украины военное подразделение, где готовят кинологов и служебных собак для минно-розыскной службы, а также для охраны особо важных государственных объектов. Боевая единица отряда «Кинологический расчет» состоит из военнослужащего человека и собаки. Важнейшей задачей, от которой зависит успех саперных операций, является создание неразрывного тандема дрессировщика и собаки. Для работы поиска взрывчатки не все собаки подходят. Собаки, как и люди, бывают разные. Для минно-поисковой работы подходят флегматичные псы, у которых хороший нюх. Человек и собака работают как одно целое, дополняя друг друга. Но прежде чем такой дуэт окончательно сформируется, проходит немало времени. Например, Александр Топольский воспитывает своего Ариаса с маленького щенка, а начал учить поиску взрывных устройств лишь недавно. Раз для меня это и друг, и мой ребенок, так как я его с рождения воспитываю. Собаки, как и люди. Есть флегматики, есть сангвиники, есть холерики. Вот это сангвиник. Он подвижный, легко подается дрессировке и любит погрызться. Поэтому и Ариас. Хорошо приготовленные собаки-саперы могут уловить на нюх взрывчатку за 4-5 метров. Поисковый пёс Джек очень быстро справился со своей задачей. Он нашел на пути своего движения взрывное устройство. А ведь это четвероногий сапер с очень непростой житейской историей. У этого пса умер хозяин. Он остался один и был очень агрессивный. Но никто не мог забрать и решили усыпить. Мне его стало жаль. Так как я кинолог, то решил с ним поработать. Так как пёс агрессивный, он не доверял никому. Когда я его забрал, то длительное время не мог найти контакт. И только в Ато, когда он делал свою работу, а я ему помогал, он увидел, что есть к нему любовь, ласка, уход. И вот уже два года я с ним работаю. Он просто мужик. Одним словом, он охранник. Я уверен, что он никогда не предаст. Если ты его будешь любить, то он тебе эту любовь будет отдавать в 10 раз больше. Собака тебя никогда не предаст, а человек может предать. Подготовка собаки к работе сапёром начинается с того момента, когда она появляется в отряде центра. Начинает с общей воспитательной дрессировки, навыков обычного послушания. Если есть привязанность собаки к дрессировщику, то курс подготовки минно-розыскной службы длится 6 месяцев. Процедура довольно длительная. От двух месяцев до двух лет. Работает минно-поисковая собака до 8 лет, но бывают исключения. Наличие стрессов, взрывы, выстрелы, шум от тяжёлой техники как-никак сокращают возраст собаки. Сейчас, во время проведения АТО, без четвероногих солдат-сапёров никак не обойтись. Особенно на территориях, где проходили военные действия. Там много осколков, много железа. Миноискатель в таких условиях малоэффективен. Помогает собачий нюх. Здесь человек и собака работают как одно целое, дополняя друг друга. Но в комплексе собака, кинолог и сапёр – очень эффективный боевой организм. И когда война закончится, работа для сапёров только начнётся. Ведь нужно будет очищать нашу землю от мин и не разрывавшихся снарядов. Сложно устанавливать какие-то сроки, законченные мы полностью разминировали через год или через два. Ведь мы и через 70 лет ещё находим эхо Второй мировой войны. Именно поэтому сапёры и в мирное время выполняют боевые задания. Эта профессия требует от человека не только серьёзной и кропотливой подготовки, но и особого склада характера, внутреннего самоконтроля. Права на ошибку нет. Поэтому на такую работу привлекают самых талантливых, самых стойких и смелых солдат. Сапёр осознаёт, что для спасения людей встреча с опасностью – необходимость. Нельзя сказать, что только сапёр – опасная профессия. Наверное, каждая военная профессия по-своему опасна. Каждая ошибка ценой в жизни. Либо это будет утрачена жизнь, либо разрушена. Сапёр не имеет права на ошибку. Перед нами стоит задание, и это задание необходимо выполнить. И нет выбора, чтобы отказаться от него или не делать. Я выбирал эту профессию. Врач, когда лечит человека, он же не думает, что ему делать. Он берёт и делает. И перед каждым заданием я убеждаю себя, что это только работа. Работа, которую я выбрал. Герои сегодняшней программы обеспечивают защиту украинского государства. Защищают его суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность. Украинская армия делает всё, чтобы гражданским не нужно было брать в руки оружие. И вся Украина не превратилась в сплошной полигон. Мирного неба вам! И до встречи в следующей программе.